Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном электрическом чуде, сделанном во времена Советского Союза и до сих пор работающем. Сейчас никого не удивишь вентиляторами или кондиционерами. Но вот этот агрегат, выполненный полностью из металла, за исключением лопастей, сделан в 1969 году, и он до сих пор исправно работает. В нем практически ничего не заменено. Я лишь заменил вилку, но эта вилочка, скорее всего, тоже одногодка данного вентилятора. Давайте покажу, как он включается и как он может нагонять ветер. Работает он, конечно, шумно. Конечно, сейчас использовать такой вентилятор было бы просто непрактично. Шумит он очень сильно, нагоняет ветер и волну, но зато он работает. Я не знаю, есть ли другая техника, сделанная за рубежом, которая смогла пережить столько коллизий, сколько пережил этот вентилятор. Как я уже говорил, сделали его в 1969 году по ГОСТу. В те времена было положено сообщать о технике практически все. То есть вот здесь указано, что он рассчитан на 220 вольт, мощность его двигателя 55 ватт, и очень интересная надпись. 50 Герц, деленных на сек. Поначалу я даже не понял, что это обозначает, но потом сообразил, что это 50-ти герцовое напряжение наших розеток. Также здесь написано, что двигатель дает 1250 оборотов в минуту и гонит 17 кубических метров воздуха в одну минуту. Совсем неплохо. Ну и надпись «Сделано в СССР». Этот приоритет просто даже жалко выбрасывать. Как он у меня хранился в кладовке, так и буду его хранить. Что меня удивило? Вы видите, хотя исполнение этого вентилятора сделано надежно, прочно из металла, по форме и функционалу он ничуть не уступает современным вентиляторам. У него есть вот эта рукоятка фиксации поворота самого вентилятора. Мало того, при работе он вращается, имеет возможность вращения и обдувания разных углов. Также его можно регулировать по высоте наклона. Никаких дополнительных регуляторов он, конечно, не имеет, исключением кнопки включения и выключения. Современные вентиляторы, ну кроме кондиционеров, конечно, ушли от него не так уж и далеко. Они имеют такой же корпус, такой же вентилятор, только закрытая защитная сетка. Плюс рукоятка вращения и выключатель. Ну, к некоторым добавляют выключатели многофункциональные, которые регулируют частоту вращения путем добавления дополнительных сопротивлений. Но все эти вентиляторы работают гораздо меньше и очень быстро попадают на свалку. А это чудо советской техники. Живо до сих пор. На этом все. Пока.